Я вас приветствую, дорогие братья и сестры. Как мы услышали стихотворение «Милость Господа». По милости Божьей мы можем находиться в Доме молитвы. И мы благодарны Господу за эту возможность посетить вашу церковь. Мы очень рады быть частью этого служения. Мы благодарны за ваш теплый прием. Очень приятно. Мы хотим вместе с вами прославить нашего Господа. По Его милости мы находимся здесь. По Его милости Господь дал нам дыхание сегодня. Он поднял нас, и мы можем быть в Его доме. Это большое счастье и велика милость Господа за то, что каждый из нас находится здесь. В это утро я бы хотел оставить несколько мыслей. Я хочу прочитать 1-я книга Царств, 23-я глава, 16-й стих. Я прочитаю один стих. Это 23-я глава, 1-я книга Царств, 16-й стих. «И встал Иоаннафан, сын Саула, и пришел к Давиду в лес. И укрепил его упованием на Бога». Мы еще с вами находимся в этих днях. Совсем недавно мы с вами празднули День Благодарения. В стране, в которой мы живем этот праздник. И очень часто собираются семьи вместе для того, чтобы собраться и отпраздновать этот большой праздник, который называется День Благодарения. Действительно, если мы посмотрим на свою жизнь, если мы обратим внимание на все то, что мы имеем с вами, у нас действительно есть о чем благодарить нашего Господа, который, как я уже говорил, по милости своей все это нам дает. И в это утро я бы хотел несколько мыслей обратить нашего внимания на благодарность о том, что Бог в нашей жизни посылает друзей. Библия, когда мы посмотрим, на страницах Библии есть много сказано о дружбе. И если у вас будет возможность, вы можете найти эти места, вы можете еще раз переглянуть, где Библия открывает нам о дружбе, о качествах дружбы, какая должна быть дружба, каким должен быть друг, должны ли мы быть дружелюбными, и что об этом говорит Священное Писание. Отрывок, который мы с вами прочитали в этом стихе, мы прочитали, что «И встал Иоаннафан, сын Саула, и пришел в лес, пошел в лес к своему другу Давиду, и мы читаем, что он укрепил его упованием на Бога». Я думаю, что для нас эта история известна. Давид – это человек, который попал в немилость царю Саулу. Царь Саул, который очень сильно позавидовал Давиду, Давид начал набирать большую славу, люди превозносили имя Давида, люди воспевали, восхваляли Давида, люди говорили о том, что Саулу покорились тысячи, а Дауду покорились десятки тысяч. И слава Давида очень быстро, большими темпами набирала скорость. Его слава росла. И в этот момент этот царь, он увидел, наверное, соперника в лице Давида. И он начинает его преследовать, и устраивает ему очень такие препятствия, тяжелую жизнь. И Давид в это время, он укрывается от царя. Он начинает, он убегает, он прячется от лица царя, потому что он знает, что царь гонится за его жизнью, за тем, чтобы погубить его. И Давид бегает с одного места в другое место, и мы читаем, что вот в этой главе он прячется в этой пустыне, пустыня Зив, и он находится, я представляю себе, в смятении, когда в нашей жизни, когда нам очень страшно, когда наша жизнь на волоске, или такой момент между, как говорится, как Давид говорил, смерть недалека от меня. Я думаю, что внутри его были большие переживания. И этот человек, спасая свою жизнь, убегает, прячется. Наступает момент, когда вот этот друг его, Иоаннафан, который был сыном этого царя, который гнался за Давидом, это был сын царя. Мы знаем, что когда при встрече, когда Давид пришел к Саулу, у них был этот разговор, мы читаем, что полюбил Иоаннафан Давида. Они полюбили друга, и появилась вот эта дружба у них. И затем наступают вот эти смутные времена, когда от отца своего друга тебе приходится скрываться в лесу. Мы читаем, в данный момент направился Иоаннафан в лес. И смотрите, как жертвует вот этот друг, что он делает, когда твой отец ищет смерти твоего друга. Он написано, встал, он оставляет, он встает, и он направляется в лес. Он направляется в то место, где прячется его друг. Это унылое, темное, серое место, где недоступное, наверное, место, чтобы никто не вычислил, где находится Давид. И в этом месте, мы читаем, он не просто пришел, он пришел, и мы читаем, что он укрепил его упованием на Бога. Какая прекрасная черта друга, который в это трудное время, он пришел и не просто сказал какие-то слова утешения или ободрения, а мы читаем, что он укрепил Давида упованием на Господа. Как часто мы в своей жизни благодарим нашего Господа за то, что в нашей жизни Бог подарил нам друзей, которые действительно в трудные моменты нашей жизни, когда нам действительно очень сложно, и мы переживаем какие-то трудности. У нас есть, может, это один какой-то человек, или их несколько, который может прийти и не просто сказать, да все будет нормально, а он укрепил его упованием на Господа. Вот он понимает, что Господь упование Давида, и он укрепил его этим упованием. И сегодня я хотел бы, чтобы мы посмотрели на свою жизнь и вспомнили, и возблагодарили Господа за тех друзей, близких, которые в нашей жизни, которые укрепляют нас не простыми словами, а упованием на нашего живого Бога. Я думаю, что каждый из нас, проходя эту земную жизнь, нередко мы встречаем трудности, волнения. Есть моменты, когда мы, может, порой закрываемся, и нам просто хочется побыть в одиночестве. Может, у нас какой-то страх, или какая-то тревога, когда ты не можешь выйти вот так вперед и просто всему обществу об этом сказать. И тогда Господь посылает этого друга, который придет в этот условный лес, когда темнота в твою жизнь, и укрепит тебя упованием на Господа. Я помню в моей жизни, когда мне было лет 15-16, у меня был друг, он был старше меня на года два. Его также звали Олег, как и меня. И он тянул меня на молодежные общения всегда. Мне был более интересный спорт, я более любил где-то во дворе с ребятами поиграть в какой-то спорт, нежели идти на какие-то служения молодежные. И он постоянно меня тянул и призывал с собой. Говорил, Олег, давай, пошли, там тебе будет хорошо тоже. Пошли вместе с нами. И он как-то, я не зря говорю, тянул, потому что он действительно как будто тянул меня. Не силой, конечно, но так постоянно подталкал меня на это. И я настолько подружился с ним, можно сказать, прилепился так, как к другу, к нему. И буквально через полтора года нашей дружбы он сказал мне, что он уезжает на постоянное место жительства в Израиль. Для меня это был такой удар, потому что об этом он раньше не говорил, он просто так спонтанно все. Он когда уезжал, он мне сказал такие слова, он сказал, Олег, я хочу тебе сказать, чтобы ты молился, чтобы Бог послал в твою жизнь хороших друзей. В 16-17 лет, я как-то не сильно задумался об этом, но слова вот этого человека, который уезжал, я понимал, что, наверное, мы уже с ним не увидимся. Он мне сказал, молись, чтобы Бог твою жизнь послал хороших друзей. Я прислушался к его совету, и я благодарен Господу за моих друзей, которые рядом со мной. И я знаю, что, как я уже сказал, есть моменты в нашей жизни очень трудные. Я знаю, что у меня есть близкие друзья, которым я могу позвонить. Не всем, а именно самым близким друзьям. И я знаю, что они будут молиться за меня. Я знаю, что в этот момент, когда я здесь стою, волнуюсь, я знаю, что они в тиши молятся за меня. И я благодарен Господу за этих людей в моей жизни. Сегодня в Священном Писании, я сказал, если у вас будет время, посмотрите, как много Библия говорит о дружбе. Друг – это тот человек, который оставит свое и придет на помощь. Иисус Христос однажды сказал такие слова, «Вы уже не рабы мне, вы уже не рабы, вы друзья мои, потому что я открыл вам то, что хотел сказать Отец. Сам Иисус Христос, который пришел в этот мир на короткое время, Он называет нас своими друзьями. Он говорит, «Вы друзья мои, вы больше не рабы». Сегодня сам Бог через слово свое напоминает каждому из нас, что Иисус Христос хочет быть нашим другом. Иисус Христос говорит, что придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Я дам покой душам вашим. Если сегодня, может, у кого-то из нас нет рядом того человека, которого мы можем назвать другом, Библия призывает тому, чтобы мы были дружелюбными, чтобы мы сами были дружелюбными и старались искать друзей. Господь говорит, если вы хотите иметь друзей, вы будьте сами дружелюбными. Молитесь, чтобы Бог послал в вашу жизнь тех людей, которые бы были вам опорой в этой жизни, чтобы Господь через этих людей, чтобы эти люди укрепляли вас упованием на Господа. А если у вас есть такие люди, я хочу, чтобы вы поблагодарили, в первую очередь, Господа за таких людей. И также остановились и просто поблагодарили тех людей, которые рядом с нами, которым мы можем довериться. Пусть Господь нас в этом благословит и помнит, что у нас есть самый лучший друг, это наш Иисус Христос, который также желает, чтобы мы имели это общение с Ним, искали этого общения с Ним. Ведь есть моменты, когда наши земные друзья, самые лучшие, казалось бы, они должны понять, но есть моменты, когда и самые близкие люди не могут понять, а Господь может понять все. И за это хочется воздать Ему благодарность и славу. Он достоин этого. Мы помолимся. Аминь. Милосердный Господь, мы в это утро воздаем Тебе благодарность и славу за Твою великую милость и любовь к нам. Благодарны Тебе, что по милости Твоей можем быть здесь, в Доме Твоем. Мы можем вместе прославлять Тебя, Господь. Мы не знаем друг друга, но через крот Твою мы соединены, и мы благодарны, что мы можем поклоняться Тебе, Господь, все вместе. Мы благодарны Тебе, что сегодня Ты напоминаешь нам, как важно нам благодарить за тех людей, которые очень близки нам сегодня, которые рядом с нами, которые мы можем доверить наши нужды, и мы знаем, что они будут вместе с нами молиться. За тех друзей, которые стоят рядом и укрепляют нас упованием на Тебя, Господь. Мы благодарны Тебе за таких людей. Мы благодарны, что эти люди есть в Церкви, Господь, что они поддерживают нас. Мы благодарим Тебя за то, что Ты называешь нас друзьями, Господь. Мы благодарны Тебе за ту возможность, которую Ты даешь обращаться к Тебе. Господи, через Слово Твое, через молитву Ты даешь возможность общаться с Тобой, Господь. Помоги нам пребывать в этом общении с Тобой, Господь. Благодарны, что Ты у нас есть. Мы просим, Господь, благослови все это служение во имя Твое, наш Бог. Аминь. 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 Продолжение следует...